Случилось несчастье. Некоторое время назад, несколько месяцев назад в Москве убили преступника, криминального авторитета, профессионального уголовника, деда Хасана. Это его прозвище. Фамилия у него была, имя у него было. Родители его называли по-другому, но человек вошел в историю нашей страны, не позорив своих родителей под именем дед Хасан. И вдруг это стало темой номер один. Вдруг это стало политическим событием. И сейчас, если вы будете смотреть новостные ленты, вы увидите, что убийство бандитов, убийство, как это сейчас называется, криминальных авторитетов или авторитетных бизнесменов, или то, что с ними происходит, является, в общем-то, политическими новостями. Это сильное искажение нашего сознания. Да, когда арестовывают бандитов в Америке, арестовывают бандитов в Италии, это тоже новость. Но она проходит в разделе «Уголовная хроника». Она воспринимается обществом как событие, как что-то существенное, как что-то важное. Но она воспринимается обществом как правило, потому что бандит должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве. А у нас это воспринимается как какое-то странное событие. Надо же, арестовали преступника. Поразительно. С чего бы это? Что за этим стоит? Какая интрига! И журналисты немедленно начинают гадать. Не потому, что журналисты странным образом воспринимают реальность. Не потому, что они не понимают, как устроен мир. А потому, что, к сожалению, многие из них понимают это слишком хорошо. В нашей стране институт воров и законе был создан для того, чтобы контролировать лагеря. И потом контролировать волю. Лагерная страна не может управляться только сверху. Чтобы ее держать, нужна еще теневая система власти снизу. И в этом качестве в 30-е годы был создан... Это долгая история, можно рассказывать ее в деталях, я говорю, очень сжато. Был создан институт воров и законе. Почему там так много грузин до сих пор? Не потому, что это какая-то специфически плохая нация. Не потому, что это плохие люди. Не потому, что это слишком криминальная культура. Нет. Шату Руставели мы учим как великого представителя русской культуры, хотя русской письменности в то время еще не существовало. Что ты отнял, то пропало. Что ты отдал, то твое. Это формула русской культуры. Это формула русского национального характера. И кого волнует, что у нас в то время еще, как говорят, не было письменности. Это про нас сказано и для нас сказано. Проблема не в этом. Просто Берия был грузин. Ну, Менгрел, если быть точным. И поэтому среди воров в законе и по сей день так много грузинов. Не потому, что какая-то есть извращение национальной культуры. До сих пор эта ситуация сохранилась. Не потому, что дело Берии живет. Нет. Потому, что когда вы создаете криминальное государство, а смысл либеральных реформ именно в этом, чтобы создать криминальное государство, вам нужны преступники. Не для того, для чего они были нужны Берии, чтобы держать лагеря, а для того, чтобы управлять официальной сферой жизни. Поэтому воров в законе до сих пор важны для понимания механизмов реального государственного регулирования в России. Поэтому убийство воров в законе оказывается в федеральном событии. И не только на уровне уголовной хроники. Поэтому мы испытываем чувство стыда и позора. Я должен сказать, что даже самим бандитам это не всем нравится. Потому, что они считают, что это неправильно. Что у всех есть своя сфера деятельности. И что государство должно быть помимо них. Но если государство не хочет быть помимо них, а хочет само быть преступным, что могут сделать преступники? Это не их сфера компетенции. Нас не так давно назначили профессионального министра внутренних дел. Первого за все 2000-е годы профессионального министра внутренних дел. Я надеюсь, что некоторые улучшения, которые уже имеют место быть в этой сфере, вдруг стали вежливые гаишники в Москве. Они перестали быть персонажами циничных и мерзких анекдотов. Естественно, не все, но многие из них. И улучшения не имеют места быть. Но я надеюсь, что через некоторое время убийство очередного криминального авторитета будет сопровождаться заголовками убийства бандита. И никто не будет по этому поводу возмущаться. И это не будет федеральным событием в области политики. А это будет региональным, пусть даже московским событием, в области уголовной хроники. Для этого всего-то нужна мелочь. Создать некриминальное государство. Я очень скептически отношусь к нашей государственности, но некоторые шажки в этом направлении она уже сделала. У нас есть относительно нормальный министр внутренних дел. Помочь ему в рамках сувенирной демократии гражданское общество не может. Как граждане Российской Федерации мы с вами бесправны и не имеем возможности влиять ни на что. Но не можем помочь. Давайте хоть будем сочувствовать. И делать это активно в рамках интернета. Я не хочу, чтобы о бандитах говорили цивилизованными словами. Преступник — это преступник. Когда вы говорите о преступнике, что он криминальный авторитет или авторитетный бизнесмен, вы не просто поднимаете его до уровня нормальных законопослушных граждан. Это не так. Вы себя втаптываете в эту грязь. Давайте не будем забывать смысл слов. Как бы ни старалось государство заставить нас забыть их. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова